Приветствую, мальчишки и девчонки, с вами ваш Невермор, и мы продолжаем нашу кирбалянскую космическую программку. Часть вторая. Вроде бы взлетать мы научились. Приземляться не научились, не всегда. То есть мы еще ни разу не приземлились удачно и целыми, но в принципе мы понимаем, в чем наша проблема. Поэтому мы можем попытаться сделать усугубий, так сказать, наш процесс. Научиться пролетать мимо Земли и, соответственно, выходить на орбиты. Давай. Пролет мимо Земли и все, что с ним связано. Хотя, кстати, мимо какой Земли-то? Мы вроде мимо планеты Кирбал летаем. Так что вот здесь махонькая-махонькая, но ошибочка переводчиков. Пролет мимо Земли. Если вы хотите, чтобы космический полет длился дольше пары минут, вам нужно выйти на орбиту. Объект находится на орбите, если он движется так быстро, что даже гравитация, приводящая его в движение, не может заставить его врезаться в землю. Пока он не затраможен чем-то или кем-то, он будет летать бесконечно. По одной и той же орбите вокруг Небесного Тела. Если таким объектом является Кирбал, мы рекомендуем взять с собой побольше еды. Поскольку ваша цель двигаться с большей скоростью по гидрентали, то почему бы не стартовать, двигаясь в бок? Потому что мы упадем. Атмосфера Кирбина похожа на густой суп. И вы тратите много топлива, пытаясь двигаться по боковую... ну да. Полностью взорвалось. Стартуя вертикально, вы преодолеваете самую плотную часть атмосферы как можно быстрее. Большинство орбитальных ракет начинают проворачивать в сторону горизонта вскоре после того, как они покинули стартовую площадочку. В ходе этого маневра, гравитационные повороты, вы используете силу тяжести, чтобы повернуть корабль. Это хорошо, но на какой высоте это нужно делать? Гравитационный поворот должен двигаться в сторону востока. Тогда вращение планеты поможет вашему аппарату. Как только аппарат вышел на орбиту, он выключает двигатель и дрейфует в космосе. Когда он подлетает к высшей точке, ему нужно снова включить двигатель, чтобы не упасть обратно. Ага. При этом дуговая траектория превратится в большой красивый круг. Поздравляю, вы не врезались в землю. Нет, пока вы это практически не сделали, мы не знаем, врезались мы или не врезались. Чё? Чё это такое было в иллюминатор? На словах-то это понятно. А вот как-то воплотить вообще в реальность? Поскольку в цифрах мы слабы, в орбитах тем более. А совмещая это дело вместе, это будет что-то с чем-то. Итак, работая над ракетой, лучше всего идти сверху вниз. И планировать каждую ступень, исходя из веса деталей на ней. Чтобы вам было проще, на этот раз верхняя ступень ракеты уже готова, и отлично подходит для маневрирования в вакууме космоса. Осталось собрать еще одну ступень, более мощную, которая смогла бы поднять ее над поверхностью Кербина. Давайте превратим ваш аппарат в магно-ступенчатую ракету. Вот то, в чем мы ошиблись изначально, да, между парашютом и... отделением предпоследней стадии должно быть еще... как это... в отдельных местах должны делаться. Но окей. Если мы собираемся сбросить ступень, когда она истратит свое топливо, то подключаем ее к ступени с помощью... отделителя. В отделителе находится взрывчатка, которая активируется при переходе на следующую ступень и выстреливает прикрепленную ступень подальше от аппарата. Выбрали соединение. Выбрали маленькое. И поставили. Но мы такое делали. Внизу ракеты должна находиться более крупная и мощная ступень. Чтобы не утомлять вас, мы уже подобрали новую нижнюю ступень в другом рабочем пространстве. Вы можете перенести сохраненные аппараты и прочие собранные блоки в активное рабочее пространство, объединив их. Йоу, здесь можно сохраняться? Можно. В реальных условиях в списке вы увидите свои сохраненные рабочие пространства, но в этой симуляции вам доступна, что ли, нижнюю ступень? Окей. Вставили. Как видите, вставленная нижняя ступень появилась рядом с верхней. Выберите нижнюю ступень и присоедините ее к отделителю в верхней ступень. Я понял. Пункт. Сделали. А с этим даже Невер справится. Объединение — это очень полезная функция, поможет использовать ускоритель, подзадочный модуль и все остальное, и все остальное, и все остальное. Урок окончен. Да, урок окончен будет, когда мы выйдем на орбиту и приземлились потом. А давай-ка, шо ли, далее? Итак, иногда ракете нужно допускорение. В кои-то веки наши ученые не оплошали и назвали допускорители просто ускорители. Молодцы-то какие. Ускорители крепятся к боковым сторонам ракеты, чтобы не мешаться основным двигателям. Из твердотопленных ракет выходят отличные ускорители, так как они способны достаточно увеличивать тягу на короткий промежуток времени. Давайте прикрепим парочку ускорителей по бокам аппарата. Воу, вот здесь я думаю, что нужна будет симметрия. Для начала присоединим четыре продольных отделителя, которые сбросят ускорители, когда те потратят топливо. Чтобы оставить одинаковое расстояние между отделителями и разместить их на одном уровне, мы воспользуемся инструментом симметрия. Вот этот, да? Е-е-е-е. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке симметрия на панели инстри... В смысле правой? Так, где он пилю левая, а где правая? Правая вот эта. Во. Выберите симметрию X4. Отлично. Вам будет достаточно поместить деталь на одной стороне аппарата, чтобы три копии появились на равном расстоянии вокруг него. Оу. Это было в изначальной части? Потому что я помню свои страдания. И да, оно симметрично, боже. Чудесно. Мы поставили четыре продольных отделителя именно там, где было нужно. Теперь нужно прикрепить твердотопленные ускорители. Выберите траекторию двигателя в мю... Окей. Прокрутите вниз и уберите твердотопленный ускоритель РТ-10 МОЛОТ. Ммм. Твердотопленный... О, они отделены в отдельную часть. Все смотрит хорошо. Поэкспериментируем. Так, присоедините его к одному из... ...уделителей. Но я же промахнусь и присоединю его к основной ступени ракеты. Вы понимаете, что из этого будет. Мне, вроде бы, сделал нормально. Аэродинамика вообще не какущая, но вроде нормально. А вы собрали ракетальную ракету, можете симметрично разместить до восьми деталей за раз. Раньше такого не было и по силам только обитать... Да, смешно. Урок окончен, не окончен. Мы хотим нас запустить вверх. И мы его запустим вверх. Вот. Перед тем, как запустить ракету, нужно определиться с порядком ступеней. Вы ведь не хотите выпустить парашют еще до начала полета? Ну... Вот это нужно было делать в прошлом уроке, родная моя. Большинство деталей, которые можно активировать, ступени назначаются автоматически. Рядок активации можно увидеть в списке ступеней. Вы можете перемещать события и активации между ступенями, чтобы менять их порядок. Также вы можете добавлять, удалять и переставлять сами ступени. Кроме того, это все можно делать как в ЦВС, так и во время полета. Да, когда уже летит, у тебя нет времени, прям самое-самое оно. А чередная ступень назначается снизу списка ступеней. Если вы хотите, чтобы тяга была максимальная, ваш ускоритель и главный двигатель должны активироваться одновременно. В данный момент твердотопливный ускоритель находится на второй ступени. Если мы ничего не будем менять, ускорители сработают поздно и отделятся в то же самое время. Это будет просто позор. Так что давайте переместим ускорители на первую ступень. Зажали, ну. И переместили. А можно так, чтобы они... Чтобы двигатель вниже... Понятно. Ваши твердотопливные ускорители обработают очень напряженно и очень быстро. Этому они первыми израсходуют топливо. А деактивируйте вы главный двигатель и ускоритель одновременно. Вам нужно отделить только пустые ускорители до того, как вы сбросите главный двигатель. Вы добавите новую ступень над первой ступенью, чтобы она выполнила одну задачу. Задача активировать продольные отделители, чтобы сбросить отработавшую ускорителем. По значку плюса... Слева от первой ступени, чтобы создать новую ступень. Так, теперь переместите от делителей стадии 4 в стадию 2. Я имею ощущение, что вот это вот не совсем правильно. Готово. Сталин ступень настроена так, что четвертая ступень активирует двигатель вашего орбитального двигателя. Пятый отделит топливный бак. Ну, все хорошо. Нет, не взлетит. Точнее, это взлетит, но отделиться вообще не в то время. Или я не понимаю логику вот этого вот первой ступени основного двигателя. Ша проверим, ша проверим. Вот. Что же, мы готовы зажать эту свечку. В ходе этого полета вы доберетесь до самой орбиты. Я подробно объясню, как запустить аппарат, осуществить гравитационный поворот, как лететь вбок, как выйти по инерции на орбиту, и как в последний раз запустить двигатель в высшей точке траектории. Выйти на устойчивую орбиту. Прежде чем начать, давайте поговорим о Navi-сфере. Navi-сфера показывает ориентацию вашего аппарата от седьмого горизонта. Синяя половина сферы — это небо, а коричневая — это земля. Индикатор уровня в центре показывает ориентацию вашего корабля. Ориентация у нашего корабля нормальная. Вот-вот-вот за шоу-за шоу, а за это не надо. Если предположить, что ваша ракета должна влететь в небо, значит, на Navi-сфере должно быть много синего, чтобы не запутаться. Коричневый цвет, цвета полета нет. Запомнили. Во время запуска нужно, чтобы тяга двигателей была максимальной. Это значит, что вы должны установить тягу на 100%. Ваши твердотопливные ускорители все более не раньше вас. У них есть только один режим — полная тяга. И выключить их после активации уже невозможно. Если вы нажмете кнопку «Пуск», они будут работать на максимуме возможности, пока у них не закончится топливо. Однако, вы можете управлять тягой основного двигателя. Есть, типа с ней спросить, а где? Вот это вот. Левый шифт по себе увеличивает тягу. Контрол уменьшает тягу. Z и X наглядно выводят тягу на уровень 100 или 0. Если нажать на рычаг левой кнопкой мыши, уровень тяги будет на том уровне, где вы нажали. Установите на соточку. Чич, 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 чич. Как тебе? А, соточка. Ваши уровни топлива видны внизу. Пора отправляться. Оставить вам нужно только одно — лететь вверх. Ну, вперед шо ли? Ну, пока летим ровно вверх. Движочки вроде отделяются. Теоретически. Интересно, автоматом или нет? Нет. Твердотопливные ускорители... Пауза. Твердотопливные ускорители опустили. Давайте их сбросим. Чтобы активировать ступень, нажмите пробел или кнопочку пуска. Ну, давайте-то... Нежно, аккуратно. Пора начинать гравитационный поворот. В ходе поворота вы используете гравитацию планеты, чтобы превратить вертикальный взлет аппарата в горизонтальную дугу. В ходе первого полета на орбиту мы начнем разворот там, где атмосфера разъезжена, на высоте 10 тысяч метров. Чтобы вам было легче ориентироваться на ракеты, я установлю маркер цели на вашу новую сферу. Это для нормального человека легче. Так, они разделили значение, я неправильно понимал эту логику. Вот крестик. Сейчас вам нужно повернуть на восток, чтобы маркер цели находился в центре новой сферы. Если вы выполняете гравитационный поворот правильно, ваша обратная новая сфера должна выглядеть так, как показано на рисуночке. Я не готов продолжить. Ну, допустим, я понимаю, что мне нужно вот так нажать. Я очень сильно надеюсь, что я сделал правильно. Но есть подозрение, что я нифига сделал неправильно. А нет, смотри-ка. Ой, ой. У меня, у меня. Каждая цепень должна работать на определенном этапе. Вот это, правда, шло слишком рано. Давайте попробуем еще раз. А, то есть все-таки затупил, да? Окей. А что мы видим? Наши ускорители опустошаются. Движочек пока держится. Главное действовать по инструкции. Но мы и тут затупляем, друзья мои. Мы и тут затупляем. О, вперед. В ходе нашего первого полета на орбиту мы начнем поворот там, где атмосфера разрежена. На высоте около 10 тысяч метров. Как только будет 10 тысяч метров, мы начинаем поворот. Внимательно следим. 9, 10. Пошла жара. Ну и что-то не поворачиваешь. Родная моя. Я с помощью клавиши D поворачиваю, но она вообще нифига. Очень туго поворачивается. Нет, не, не, не. Вот, 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 вот а то не успеет, а летит на орбиту. Когда вы наберетесь опыта, то сможете делать гравитационный поворот эффективнее, начиная накланять ракету вскоре после взлета. Если вы измените курс, но у него несколько небольших правок, а не одну большую, это сэкономит много топлива на пути к орбите. Для поворотов сразу после старта нужна очень стабильная ракета, так что если вам сложно направлять ее застренную катя сверху, просто подберите упрощенный метод. Подожди и поверни. Хорошо. Урок окончен. А какой урок окончен? Мы только... Мы ж до орбиты-то не дошли. Ну ладно. Верим, что в следующий урок нам объяснят, как закрепиться на орбите. А уж как потом с нее спуститься, это вообще отдельный вопрос. Прямо сейчас мы летим по баллистической траектории. Если не ввести правок, то ракета реально или поздно упадет на поверхность. Наша задача превратить ее дугу в орбиту. Процесс превращения траектории в круговую орбиту называется переход. Хорошо. Я вас услышал. Когда вы планируете или проводите орбитальные маневры, стоит выбрать режим карты, в котором вы увидите всю вашу траекторию целиком. Нажмите на М, чтобы открыть режим карты. Прямо во время полета очень удобно нажимать на М. А голубая дуга — это наша траектория. А вот этот взрыв к концу — это взрыв. Нам бодобомц. Так, когда вы окажетесь почти в верхней точке дуги, вам нужно направить ракету вперед, а затем нужно запустить двигатель. Если вы правильно выберете момент для включения двигателя, то не доберетесь до верхней точки дуги, она будет расширяться перед вами, пока это не обогнет планету целиком. Давайте еще кое-что уточним. В верхней части дуги, там жена меткой в центре карты. Она называется Аппоцентр. Сокращенно Апп. Вы увеличите тягу до максимума, прежде чем пройдете эту точку. Мы остановились прямо перед Аппоцентром. Вам нужно лететь еще быстрее, в уже выбранном направлении. Поэтому мы должны убедиться в том, что ваша ракета... Чего? ...направлена вперед. На вашей нависфере находится полезная метка. Под названием по движению. Она символизирует движение вперед. Используя систему стабилизации или SAS, направьте обратно эту метку. Ничего не понял. Вы все сказали нажми вот это, то нажал. Курс выбран, можно отправляться. На следующем этапе можно увеличить тягу до максимума. На превращение дуги в орбиту, может понадобиться время. Установите тягу равную соточку, нажав клавишу Z. Как только траектория полностью обогнет планету, вы увидите на орбите еще одну метку. Перецентр. Я и первую тадня особо вижу. Так. Самая низкая точка орбиты, она всегда будет находиться на противоположной стороне от апоцентра. Включив двигатель по движению аппарата рядом с... А по центрам вы повысите высоту своего перецентра с самой нижней точки орбиты. А, не, ну я вижу, что у нас наш аппарат летит, а дуга отходит, и теоретически она должна... То есть мы зажимаем эту кнопку и молимся, чтобы все было хорошо. Когда вы подготавливаете орбиту над атмосферой, нужно помнить следующее. Ваш перецентр должен находиться выше атмосферы, иначе ракета будет замедляться. Каждый раз, когда вы... Заходите в верхнюю славу атмосферы. Ага. Теперь ваша орбита полностью находится за пределами атмосферы. Уменьшайте тягу. Сделайте тягу равную нулю, сделав икс. Еееее. Мы на орбите, боже. В симуляторе я в такие моменты попрошу заглянуть под сиденье, где вас ждет награда вкусняшка. Но, к сожалению, торговый автомат с лабораторией атмосферы динамики сломался, поэтому обсусись. Карамелька, само собой. Полюбуйте свои первые орбиты, бу. А ну, ну, я и хочу посмотреть. Вау, вау, суши, вау. Реально вау. Мы вышли на орбиту. Мы еще нифига не видим, но мы вышли на орбиту. Вылетим. Это круто. И дальше что? А, урок окончен. Круто. Ну, так теперь самое простое осталось, дамы и господа. Мы должны это повторить в личном режиме. Со своей ракетой это будет эпично-феерично. Сомнительно, правда, но эпично-феерично. Мы попробуем. Где наш там центр-центр-центр? Вертикальные сборочки. Управление полетами, обучение вертикальной сборки. Ох, сейчас полета, ох, сейчас полета. Вам понравится. Центр вертикальной сборочки. Менеджер деталей. Мы тебя уже видели. Зачем ты мне повторяешь то, что я с первого раза не понял? Ну, начинаем. Командный модуль. Розовенький есть один, да? Дальше. Командному модулю нужен свой отдельный движочек. Маханький такой. Движочек муравей. Если я правильно понял, 100-п. Нужен ли к нему отделитель? Нужен отделитель, да? А то будет как раньше. Иксейска. Топливный бачочек Торус. А то маленький движочек. Что-то типа тебя, муравей, квадратный не хочу. Хочу круглый. Унц. Есть. Теперь. Если я правильно понимаю, отделитель на мертву. Что-то более капитальное. Да, вот то, что это открыто, совсем вообще ни разу неправильно. Возможно, стоило ставить не маленькие отделители под капсулы, а побольше отделителей, тогда было бы... А можем проверить же, да? Если мы поставим не маленький отделитель, возьмем тебя вот, допустим, сюда. Возьмем вот такой отделитель. Теперь мы тебя присоединяем в пункт. Все равно не закрывает. Ну, условно скажем, что да. Это то, что мы хотели. А тут дверочка есть. Оно делает пых-пых. Под ним есть отделитель. А что мы делаем дальше? Мы ставим в ступень ракеты. Топливный бачочек, топливный бачочек. Давай... А там есть большую. Ну, или средний, хотя... О, моя. Это мы выйдем далеко за пределы орбиты. Если не средний, то... Хотя где-то же не пропадал, слушайте. Отделитель, правда, нифига не отделит, но это будет эпично. Можем попробовать. Командный модуль. К этому делу мы должны присобачивать движок и молиться, что нам хватит запаса топлива одного вот этого, чтобы вывести капсулу на орбиту и вообще не страдать. Аэродинамика нет, не слышали. Даже не видели. Движочек средний. Двойной. Серьезно. Пудель. Масса маленькая, масса большая. А в чем разница? Разница в выхлопе. Здесь 1100. А здесь 1300. А здесь 1500. А здесь выхлоп такой, что... Ух ты, ё, ну это большой уже. Тут даже немножко небо жарко. Ну давай. Надо же понимать, насколько это все страшно движется. Топливо есть? Есть. Капсула есть? А парашют забыли, боже. А то разобьемся, скажут, что а у тебя же парашюта не было. Страховка не положена. Запуск, что ли? Готов отправляться в полет. Несколько советов. Я не готов отправляться в полет. Советы мне не нужны. Смотрим внимательно за нашим этим. Кирбунафтом. Ты же не падаешь, нет? Поехали. Три, два, один. Зажигание. Пошло зажигание. И... Ну оно, по крайней мере, не падает сразу. Рано топливо уходит, что бешеное. А если я начну потихонечку, значит, на баллистической траектории выходить, не? Два километра? Не, не выйдем мы. Ой, не выйдем. Серьезно, аэродинамика? Не. В реальной жизни упала бы давно-давно. Так, девять километров, десять, чуть-чуть, не заваливайся, не заваливайся. Назад, 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 назад. Что-то вот такое. Пауза. Ой, я зря это сделал. Я не хотел отделять ступень, я нажал пробел по ошибке. Ладно. Смотрим на нашу орбиту. Хорошая орбита. Пауза ушла. А, мы взорвались? папа 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 почему мы взорвались а что случилось почему мы взорвались тут-то пошло не так если при отделении не сжженого топлива скорее всего взорвалась все ну мы попробуем наверное еще раз на сохранилась у тут уже сохранен они не сохранены не интересно центр верить в вертикальной сборочке мыша маленько допилим его стартовыми ускоритель а у она не сохранилась на вот обидно печально надо делать автосейв ладно я тебя услышал опыта номер 2 командный модуль командный модуль средний движочки 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 покажись мне просто здесь движочки вертлявый металлок свой ракетный двигатель малый средний 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 малый мне нужно отделитель средний дальше мне нужно топливный батюшкик а если мы сделаем к маленькой коротенькую ступеньку просто ради интереса карл квадратно на чтобы ничего не снилось нет вот это хочу чисто маневровую такое к ней при собачьем движочек среднего класса скажем тот же шкипер на 1600 600 но чисто для маневра чтобы как-то где-то вернуться назад дальше еще один отделитель а вот теперь она закольцевала правильно большущий среднего размера топливный бак не боком вот так пожалуйста горится размер имеет значение а к тебе мы прибрасываем скажи пожалуйста движочек еще один но уже моцный при моцный вот этот вот на 1600 выхлопом вроде хорошим нужен даже но это не точно поставить средний отделителем на режиме симметрии пир очкам а моему ними не в ту степь немножко расположена можно другие поставлю мете вверх направленно чуть смущают вот дальше и движочки которая ракетно-стартовая малая средняя топливный ускоритель тяжело пожалуйста вас в режиме 4 а в какие бибине мы улетим я не знаю но выглядит сурово и мощно проверяем логику события кроме то что мы забыли парашют как обычно стабилизатор нет малой 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 а тут парашюта побольше нету или могу их набросить пару десятков в четыре парашюта все идеально должно сдержать так ты у нас парашютища самой последней стадии отделение движочка вот этот вот остается чисто капсула и все это движочек вот этот вот отделение его есть а ракетный двигатель есть просто ракетный двигатель а выделить но по логике вроде где-то все правильно хотя по факту у нас это работало вот так они стартовали одновременно потом отделяется это эта стадия нам не нужно вроде правильно нож да я очень сильно сомневаюсь у нее комментарии друзья мои напишите обязательно в чем я сомневаюсь и почему это взорвется на старте поехали валентина кермана зовут бедняжка боже а ну-ка она телепается прям на старте так моя маленькой баллистично мы делаем но узнаете жгётенько вроде такая успешная жгётенько так если сделаю паузу проверю свою орбиту который у меня еще нет но ну вроде подъемчик такой организуется возвращаемся продолжаем главное не вертухнуться аккуратненечко баллистическую траекторию выдерживаем вот 10 км и пошло 10 км и пошло 12 км не заваливаемся а наши твердотопливные ускорители собака супер мощные они даже не думают выжигаться а нам нужно повыше нам реально нужно повыше у нас даже то за пределы эклиптики не вышло главное пробел так убрал палец с пробелом вечно я больше пробел то пауза у нас двигатель закончится раньше чем твердотопливный ускорителем и вот тут начинается вопрос как мы будем выдерживать орбиту если у нас такая боль такая печаль а ну выдерживаю вот так я по надеюсь у клавиша сработает как надо расширяется 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 давай родная огибай землю кербин улетим в дальний космос карл мы летим в очень дальний космос ну мягко скажем это была лунная миссия за пределы нашей солнечной системы облёт но она не упадет друзья мои она не упадет это прекрасно не можем вмазаться в луну но вроде бы она не упадет да мы вышли за пределы атмосферы не на ту орбиту на которую хотели мы уходим в дальний космос а сбрасываем сбросили сбросили движочек хотя подождите я же могу а как тебя как тебя жить как тебя джать какая мне не объяснили значение всех остальных клавиш какая наша орбита я же могу запустить движочек и вот просто тупо стартанул куда ушла моя орбита а чисто на поражать я могу ее развернуть назад к кербину где там есть куда мы летим просто куда мы летим не не туда мы летим на директор я мог бы развернуть назад но мне закончится то закончилось топлива их мы сдохнем космосе просто сдохнем космосе орбита нас выводит за пределы нашей выживаемости наша барышня наглядывается да вернуться не судьба окей не ну мы пытались мы пытались и мы дошли до чего-то уже до прогресса возможно нам будущем объяснят как менять орбиты хотя 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 еще одну маленькую попыточку мы сделаем здесь поэтому дело шоу уже без вариантов возврат центр вертикальной сборки соберем нормальную ракету хотя быстро уж нам показали и попробуем выйти на нормальную орбиту адские просто просто адские ускорителем слишком много мощи да нет 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 это все уходит нет причем сразу коллективно большую клавишу делите тебе здесь не было мы тебя здесь не находили давай команды модуль малый дальше маленькую совсем отделяшку надо отделяшка маленькая дальше топливный бачочек маленький дальше движущий совсем искорка просто маневровый дальше отделитель номер дом вот такой дальше топливный бачочек который у нас маленького размерчика нему дай мне вниз к нему движочек тоже средний малый но мощный какой самый мощный 850 это какие-то боковые 215 ну давай опять же старта ним безбожно сильно а к нему у делители тоже в маленького формата маленький 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 давайте дать попробуем на 4 так к ним стартовые ускорители то уже самые маленькие самые аккуратненькие твердотопленный ускоритель булава что такая здоровая то серьезно у нас было поменьше что-то он нет кувалда вы тоже большие вы твари слишком большие еще и можно неправильно поставить почему маленький ускоритель такие огромные вот этим используют этим использовали точно 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 скажет там где нужно вроде там где нужно вроде бы все парашютик забыли парашютик можно два только один обидно выжить не судьба ну запускаем итак стартуем дамы и господам немножечко поменял диспозицию запуска потому что как обычно забыл про нее и чуть-чуть переменил движочек потому что вот тот который супер мощный он выжирает топлива как не в себя доказано практикой поехали минус обратный отчет сразу старт чуть-чуть подправляем траекторию самом начале вроде бы дело идет ускорить или ускоряют выедается быстрее чем основной двигатель на тему баллистики не знаю но вроде бы вроде бы даешься стабильно отделили основной еще работает 10 километров полет нормально а у зовут теперь смотрим внимательно наблюдаем как я понимаю мы должны запускать вот эту байду когда мы находимся прямо перед . апогея или запускать ее прям щас дать запускаем на поддержку и надеемся что мы не отвалимся потому что у нас закончится топливо раньше мы хотим того орбита растет орбита растет орбита растет орбита растет двигаться 48 49 давай нет мы все еще будем падать но с другой стороны мы можем вовремя выпустить парашют и теоретически скажем побывали в космосе 79 80 гравитация на все еще не властно над нами 88 сбросил 100 километров подъем нормально сбросить на облака что раньше но где наверх где раньше хотя мы можем стартануть наш доп движочек а если мы его выжгем то а мы же вы можем приторможать ну а ну если мы чуть-чуть под запустим а потом на ноль сбросим скорость наполовину 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 уходит приближается орбитальное событие замедляем время какое орбитальное событие неужели неужели нас будет орбита неужели нас будет орбита и и но все равно не хватает топлива зараза чуть-чуть буквально самую маленькую самую малую бзюленность не хватило топлива нам это знаете не самую малину не хватило за ворот нужно было делать раньше науки попробуем хотя бы их тихо 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 спокойно мы как бы движемся уже вниз 36 километров там говорили между 20 и где-то 10 километров выпустим парашют посмотрим сможем или не сможем отделили ненужный движочек папа 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 ой как мы быстро выходим то есть ощущение что не поможет нам парашют а слова вообще совсем да мы пилили землю раньше чем он пригодился но тем не менее друзья мы это уже был прогресс мы практически вернулись назад на землю и ракета действовала как нужно поэтому сейчас делаем паузу продолжим мучение уже следующем эпизоде пишите комментарии пожелания и все такое прочее особенно кто понимает в этих орбитах то говорить-ка нужно запускать вот эту клавишу пока что не забудем наш телеграм дискорд в контакт ссылочки под видео описание всем удачи всем до встречи увидимся нишку папа жам